Солнце, планеты, потом воду Каким-то образом из мертвых, неактивных элементов возникли одноклеточные организмы. Они росли, размножались и мутировали в большие различные организмы, которые продолжали расти и размножаться и снова мутировать, достигая разнообразия и усложняясь, теряя правдоподобность. До точки, когда амфибии вышли на сушу, заменив жабры на легкие. Начали дышать воздухом, развиваясь до млекопитающих, стали двуногими, нарастили пальцы, развились до обезьян, а затем, благодаря счастливой случайности, был создан гибрид человека-обезьяны. И началась история человека. Если собрать вместе все воображаемые воздушные подвиги, специально написанные, чтобы заинтересовать молодежь, добавить туда все чудесные приключения на воздушных кораблях, описанные в «Дочери революции», и не забыть добавить к этому все эти дикие и невозможные вещи, найденные в современных библиотеках художественной литературы, то я осмелюсь сказать, что в итоге мы не найдем там ничего такого, что так же невозможно или так же в высшей степени нелепо, как это современное научное заблуждение о шаре, вращающемся в космосе в нескольких различных направлениях в одно и то же время, с такой скоростью, что ни один человек не может этого понять, с обитателями, некоторые из которых висят вниз головой, а другие наклонены под разными углами в зависимости от наклона. Запишите все аферы, которые когда-либо были совершены, перечислите все обманы, о которых вы когда-либо слышали или читали, включите всех мошенников и фикции, когда-либо открытые, составьте список ловушек, популярных по степени доверчивости, когда-либо обнаруженных, и вы не сможете услышать или увидеть такого грубого обмана, такого гениального обмана или пузыря таких гигантских размеров, который был создан и навязан бездумному народу во имя науки, а также был представлен толкователями современной астрономии как доказанный неопровержимый факт. Снова и снова с их теориями боролись и подвергались сомнениям, но, как часто происходит, большинство, которое не думает за себя, принимает популярные вещи. Томас Уиншип, Ищущая Космогония